Добрый вечер, дорогие зрители и слушатели! Священник, как вы прекрасно знаете, очень многое имеет дело с записками, которые вы пишете. Вы их подаете на литургию, на молебны, на панихиды. Мы их читаем, мы стараемся молиться о тех людях, которых вы просите молиться. И за эти долгие годы, что я служу перед алтарем Божиим, как-то сложился такой опыт оценивания этих записок. Ведь далеко не всегда знаешь кого-то именно конкретно, а вы просите помянуть в ваших молитвах. Иногда знаешь, иногда и знакомый человек приходит. Но чаще всего совершенно незнакомые люди просят молиться о незнакомых людях. И передо мной ничего нет, кроме только вот этой вот маленькой записки, этой бумажки. И вот начинаешь различать уже по неволе буквально. Аккуратный почерк от неаккуратного, разборчивый от неразборчивого, мелкий от крупного. И думаешь, ну не всё ли равно, как люди пишут, то каждый пишет, как умеет. Нет, оказывается, вот степень вашего участия, вашей аккуратности, вашей заботы о внешнем виде этого крошечного листка бумаги, который вот сейчас я его прочитаю, и всё, и дальше он пойдёт уже на сожжение, и его никто не увидит. А между тем, это ваше усилие, это и есть ваше участие в нашей общей молитве. Мелочь, казалось бы, а далеко не мелочь. Вот священник молится Господу, а как вы участвуете в этой молитве? А вот вашим старанием, вашим красивым почерком, вашей заботой о том, чтобы священнику было легче прочитать эти имена, чтобы они легче до меня дошли, и гармонично, так сказать, вписались бы в фон молитвы. А вот я сейчас коротенько расскажу вам ещё историю, и тогда уже пожелаю вам спокойной ночи. Пришлось мне быть в одном монастыре отдалённом, за рубежами нашей страны, и, как часто бывает, священник помогает, приезжая в монастырь, помогает тамышному духовенству упоминать тех людей, которых просили молиться. И вот я читаю эти записки, и вижу, они написаны исключительно красивым почерком, просто на загляденье. И сказал об этом тамышному священнику. А он говорит, ну что ж в этом удивительного? Это вот матушка Игумени сама их переписывает, все это, собственно, ручно. Вот так. Давайте возьмём с неё пример. Постараемся быть аккуратными, внимательными. В этом сравнительно простом, на важном деле. Покойной ночи. Спасибо.